Девушки отдыхают Нгима уверял, что он колдун, поэтому суплеменники боялись его до дрожи и не могли даже расстрелять, веря, что он воскреснет и отомстит. Растерянный взгляд, нетвердая походка и затаенный страх. Куда подевалась былая самонадеянность изверга, уничтожившего тысячи людей? К зданию суда подтянули военных, заговорщики, во главе которых племянник диктатора Теодоро Обианг Нгима, не хотели медлить. Суд должен закончиться как можно скорее, и приговор заранее предложен. За десятилетия своего правления Франциско Массия Сенгема уничтожил около 50 тысяч людей, казнил 10 из 12 министров собственного кабинета, полностью разрушил экономику, превратив своих суплеменников в рабов, а саму страну в подобие гитлеровского концлагеря Дахау. В тот же день суд приговорил диктатора к расстрелу. Исполнить приговор не брался ни один солдат. Даже свергнутый диктатор внушал им ужас. Все были уверены, что Франциско Массия Сенгема – колдун. Казнил диктатора приглашенный взвод марокканских солдат. Через шесть часов после суда для безумного и кровожадного тирана все было кончено. Франциско Массия Сенгема родился 1 января 1924 года в Рио-Муни, континентальной части экваториальной Гвинеи. Его отец был деревенским знахарем, о котором говорили, что он убил своего сына, младшего брата Массиаса. Вскоре к этой детской травме Менгемы добавилась еще одна. На его глазах колониальный чиновник до смерти избил его отца, а затем покончила с собой мать. Спустя неделю осиротевший Массиас нашел приют в школе испанских миссионеров-католиков. Экваториальная Гвинея была единственной испанской колонией на всем африканском континенте. Приобретенная у Португалии для работорговли, она со временем стала сельскохозяйственной провинцией метрополии. Тут выращивали кофе и какао. Мы были колонией в течение двухсот лет. Я имею в виду ограниченные права, ограниченную свободу. Мы просто не могли иметь большего. Просто представьте себе, вам нужно было разрешение на безопасный проход, чтобы перейти из одного района в другой. После Второй мировой войны многие африканские государства добились независимости. В 1968 году и экваториальная Гвинея получила свободу от Испании. На первых демократических выборах победил уроженец страны Франсиско Массиас Нгема. На его инаугурации Испанию представлял Мануэль Фрага, министр информации Испании. Я передаю власть президенту республики Экваториальная Гвинея и его народу. Да здравствует Экваториальная Гвинея! Однако ликование быстро закончилось, а надежды на свободное будущее пошли прахом. Новый глава установил жестокий тоталитарный режим. 44-летний Франсиско Массиас Нгема сделал карьеру в государственной власти лишь благодаря пылкой поддержке испанских властей. В детстве он был неспособным учеником, прогуливал школу и едва выучился читать. Экзамен на государственного служащего сдал только с четвертой попытки. Эти унижения не прошли даром. Он возненавидел интеллектуалов и, придя к власти, практически всех их уничтожил. За время его правления в стране не было открыто ни одного вуза. Высшего образования в стране просто не было. Также в Экваториальной Гвинеи были закрыты практически все библиотеки. Президентским указом к 1975 году был запрещен выпуск газеты, использованный на типографии. Власть получил неграмотный, эксцентричный и, вероятно, помешанный человек, который вел себя агрессивно и странно. Еще до выборов, будучи в Мадриде, он произнес речь, в которой страстно защищал Адольфа Гитлера. И утверждал, что тот на самом деле был спасителем Африки. И что сам Нгема считает себя убежденным гитлеровским марксистом. О том, что это значило, его страна узнала, когда он искупал ее в крови. На нелепое заявление Нгемы посол Франции в Экваториальной Гвинеи открыто заявил, что считает его сумасшедшим. И что у французской секретной службы имеется на Массиасе досье. Они предполагают, что он заражен венерической болезнью, и его мозг очевидно гниет. Но скорее это была душевная гниль. Уже спустя 4 месяца после вступления в должность он начал охоту на испанцев, своих прежних покровителей. Во время визита в прибрежный город Бата диктатор принял за личное оскорбление их флаги и организовал местную молодежь, чтобы найти и убить всех испанских жителей. Развязанный террор он подогревал речами, которые транслировали по радио. Опасаясь за свою жизнь, подавляющее число испанцев, а их тогда на тот момент проживало около 7 тысяч в Экваториальной Гвинеи, они покинули страну, бросив свою недвижимость. В результате чего вся эта недвижимость и все эти плантации в итоге формально оказались, формально стали государственной собственностью, а фактически оказались в руках семьи Франциска Массиаса Сангема Биогу. Попытка министра иностранных дел Ндонго Мийоно протестовать против массового отъезда бизнесменов и технических специалистов провалилась. По приказу президента его избили, сломали обе ноги, а затем бросили в печально известную тюрьму Блэк Бич, где жестоко пытали и убили. Такая же судьба постигла и бывшего премьер-министра Бонифасио Эду. В каждом политике Нгема подозревал измену. Он начал видеть врагов повсюду, поэтому он обратился против своего народа, он закрыл страну для внешнего мира и запретил иностранных журналистов. Вскоре из 12 министров правительства 10-еро были убиты. Их сменили члены семьи диктатора. Чтобы по максимуму накалить атмосферу страха, Нгема начал казнить людей из прихоти. Он уничтожил всех бойфрендов своих женщин, полагая, что любовницы должны быть верны ему пожизненно. А массовую казнь оппозиционеров превратил в жестокий спектакль. На Рождество 1969 года президент Франсиско Массиас Нгема распорядился казнить 150 оппозиционеров и предполагаемых заложников на национальном стадионе. Причем во время казни из усилителей звучала песня «Доус Веде Дейс» известной исполнительницы британской Мэри Хопкин. А еще 36 людей были по шею закопаны в вырытых им же ямах и оставлены на съедение африканским муравьям. Маниакально боясь заговора сторонников испанцев, он создал национальную гвардию и народное ополчение из местной молодежи. Нечто наподобие Гитлер-Югенда. Эти структуры запугивали и терроризировали людей, грабили и пытали. Хотя Нгема был избран всего на 5 лет, он издал закон, согласно которому становился пожизненным президентом. Более того, теперь диктатор единолично контролировал абсолютно все – международную торговлю, судебную власть, экономику. Диктатор закрыл страну не только для испанцев, но и для всего Запада и стал сотрудничать с коммунистическими режимами. Советским Союзом, Китаем, Кубой и Северной Кореей, которые поддерживали его и помогали, чем могли. Я не думаю, что он был идеологически коммунистом, это было по политическим причинам. Он был против Испании, и он понимал, что Испания была Западом. Он был очень радикален в этом вопросе, поэтому он обратился за помощью к Китаю, потому что страна жила за счет поставок из-за границы. Через несколько лет правления диктатора у большинства министерств закончились средства, их офисы закрыли. И единственными людьми, которые получали деньги, были члены семьи Масиаса и армия, с помощью которой он держался у власти. В 1976 году Нгема казнил директора Центрального банка, после чего сам банк закрыл, а все деньги забрал и перевез в свою деревню, где теперь проводил большую часть времени, жил со своими тремя женами. Годы его правления были полной катастрофой. Кровавый режим без намека на уважение к закону не было главенства законов. Без сомнения, все зависело от желаний Масиаса, и жители Гвинеи ощущали безнадежность. Экономика страны рухнула, и чтобы получать хоть минимальные доходы от заброшенных плантаций, кофе и какао, диктатор снова ввел рабство и принудительный труд. Пытаясь избежать такой участи, десятки тысяч гвинейцев бежали из страны в соседние Камерун и Гагон. Но Нгема нашел способ остановить это массовое бегство. По его приказу была заминирована единственная дорога границы. На кордонах соорудили рвы с шипами. Чтобы его рабы не удирали морем, диктатор велел сжечь весь рыболовецкий флот страны. Все сильнее, погружаясь в пучину маниакального властолюбия, Нгема утрачивал связь с реальностью. Но сказать диктатору правду означало умереть. Когда к Масье Сунгеме пришел директор Государственного бюро статистики экваториальной Гвинеи с демографическим отчетом о ситуации в стране, то Масье Сунгеме не понравились цифры. Он о личном населении страны на тот момент. И он приказал расчленить этого директора Государственного бюро статистики, сказав при этом, что он должен научиться правильно считать. Таким образом спираль террора продолжала раскручиваться в экваториальной Гвинеи. Его ненависть к интеллекту и ко всему, что напоминало о колонистах, довольно быстро достигла апогея. В 1974 году он запретил образование, а год спустя приказал закрыть все церкви и изгнать всех миссионеров. Под запрет попала и западная медицина, отчего пандемии различных тропических болезней погубили тысячи гвинянцев. Чтобы хоть чем-то пополнить казну, Масье Су решил похищать тех немногих иностранцев, которые еще оставались в стране. Он отбирал у них деньги, а за освобождение требовал выкуп. Немку выкупили за 57 тысяч долларов, а за тело мертвого русского дали 6 тысяч долларов. Также заслуживает внимание тот факт, что перед каждым своим зарубежным визитом Масье Сенгема приказывал казнить несколько десятков человек с тем, чтобы на период своего отсутствия в стране никто не посмел даже думать о государственном перевороте в экваториальной Гвинеи. Чем хуже обстояли дела в стране, тем сильнее восхвалял себя диктатор. Он стал придумывать себе всевозможные титулы, именовал себя уникальным чудом, великим маэстром образования. А в церквях повелел говорить, нет другого бога, кроме Масьеса. К 1975 году эти нововведения надоели даже самому президенту экваториальной Гвинеи. Он постановил своим указом, просто закрыв все католические храмы в стране, а католических священников просто вызвать из страны. На смену миссионерам должны были прийти колдуны, и главным среди них Мгема считал себя. Когда ему сообщили, что на столичной электростанции закончились смазочные материалы, он заявил, что как сын колдуна, он будет управлять ею силами магии. Вскоре электростанция взорвалась, и страна осталась без электричества. Хотя ему было всего лишь 55 лет, но старческий маразм прогрессировал, и он стал небезопасен для своего ближайшего окружения. Поведение Масьеса становилось все более неадекватным. Дома он устраивал совещания и банкеты с людьми, которых ранее убил, раскладывал вокруг человеческие черепа и обсуждал с ними государственную политику. Большую часть денег Центробанка он спрятал у себя под кроватью или закопал в чемоданах в бамбуковых зарослях вокруг вилы, где купюры медленно гнили в земле. В своей мании величия Масьес зашел так далеко, что начиная с 1979 года перестал платить военным, что стало для него роковой ошибкой. К Масьесу пришли 11 офицеров национальной гвардии и потребовали денег для выплаты зарплаты ополченцам. В ответ он приказал их казнить. Среди убитых оказался и родственник Теодоро, директора тюрьмы. Теодоро решился на протест. Он организовал переворот и заявил в столице о своем приходе к власти. Узнав о том, что его предали, Масьес сжег на костре примерно 100 миллионов долларов, которые он держал в своем доме, а с оставшимися деньгами сбежал в джунгли Рио-Муни. Однако его быстро схватили и вернули в столицу, где Нгема предстал перед судом по обвинению в растратах, убийствах и геноциде своего народа. Бессвязные оправдания Масьеса о преимуществах его правления не помогли. Диктатор был признан виновным и приговорен к смертной казни. На решение суда Нгема заявил, что, используя свою магию, он вернется и будет преследовать того, кто в него будет стрелять. Это привело к парадоксальной ситуации. Во всей стране не удалось найти военных, готовых исполнить приговор. В конце концов, бунтари наняли группу из шести марокканских солдат. И 29 сентября 1979 года Франциско Масьес Нгема был расстрелян. За время правления кровавого диктатора экваториальная Гвинея откатилась в пещерный век. В домах пропало электричество и вода. Население страны косили репрессии, голод и болезни. За 11 неполных лет правления Масьес Нгема из страны, население которой составляло на тот момент в 70-е годы 300 тысяч человек населения, бежало 125 тысяч человек. То есть больше трети населения бежало из страны. А 50 тысяч человек, по оценкам экспертов, было просто убито. То есть страна лишилась почти двух третий своего населения. Франциско Масьес Нгема создал режим тотального рабства, неимоверной жестокости и безнаказанных убийств. После смены власти экваториальной Гвинеи потребовалось еще 10 лет, чтобы заживить раны и измениться к лучшему. Субтитры создавал DimaTorzok